Сейчас, если я эту книжку вытащил, могу тоже нарисовать одну задачку, которую я увидел в этой книге, а именно вот какую. Значит, Харфидер на самом деле немножко даже учил теорему Баляя-Гермина, а именно он доказал, что можно любой многоугольник преобразовать в многоугольник той же площади, разрезав на части, и при этом эти части мы будем переносить только параллельно друг к другу, без поворотов. Вот то доказательство, которое я показывал, там все-таки элементы поворотов есть, тут приходится вращаться. Дальше вроде бы все параллельно, вот эти все разбиения, по-моему, там все параллельно. Ну хотя тоже надо смотреть. Ну все-таки, так что факт не очевидный, на самом деле. А зачем это ему понадобилось? Возможно, что это ему понадобилось для решения такой задачи. Вот есть у нас единичный квадрат, и есть какой-то квадрат помежний. Вот как разрезать этот квадрат, скажем, на 5 частей, чтобы тут передвижать и получить вот этот квадрат. Но передвижать только параметр. Ну вот можно разрезать на 5 частей. Я, честно говоря, разрезание не помню. Но можно вот какие-то посмотреть. Ток называющий. В качестве задачи попробуйте придумать такое разрезание. При котором вы часто должны приносить ток параметр. А зачем это все понадобилось в книжке, которая называется, лекция об объеме прошлой непонятности и так далее. А вот зачем. Значит, в этой книге строится теория площадей. Дело в том, что площадь понятия вообще-то непростой. Вот откуда мы, например, знаем, что... Ну, конечно, площадь многоугольника как можно определить? Разрезать на треугольник, у треугольника в площади посчитали и просто умирать. А вот если мы разрезем по-другому, почему будет такой же ответ? И, в общем-то, непонятно. Ну, что то есть в таких задачах разбираться? Математически развитая теория, которая называется теория мира. Ну, собственно, началась она с того, что станет пытаться понятие площади аккуратно определить. Ну, и все, в конце концов, это привело к возникновению теории мира. Ну, вот один из простейших вариантов от теории, так с вами теория мира Жордан. Которую предложил французский математик Жордан. А идея у него примерно такая. Мы берем другую фигуру, вводим систему координат и разбиваем плоские на маленький квадратик и вот их вписываем в эту фигуру. Ну, такой вот возрельяший момент. Ну, единичного квадрата площадь равна единице. Если квадратик маленький, то вот понятно, чему тоже его равна площадь. Вот. Просунировав площадь, мы получим приближенную площадь нашей фигуры. А потом надо перейти к пределу. Вот, грубо говоря, вот, так сказать, на этом пути можно ввести понятие этой самой меры Жордан. Но тут возникает вопрос. А если мы эту фигуру повернули? А система координат у нас не повернулась? И если мы к повернутой фигуре применяем все то же самое, там будут совсем другие вычисления. И чего ради получится тот же самый ответ? Вот один из способов доказать, что ответ будет такой же, это объяснить, почему квадрат при повороте, значит, если он разрезается на куски, которые параллельно переносятся, то при параллельно переносе то, что площадь не меняется, вот эта самая мера Жордана, это сравнительно легко доказывается. И вот благодаря этому трубу можно доказать, что, значит, эта самая площадь, вот так определённо аккуратно, она не будет меняться при повороте. В общем, оказывается, что, казалось бы, очевидны такие вещи, но если начать у них аккуратно разбираться, то получается довольно сложные теории. Ну, вот целая книга этому посвящена. Ну, это изучают, естественно, в университете. Вот. Ну, не во всех деталях. Во всех деталях это на каких-нибудь подкушках разница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Уливерситет